продолжаем наши занятия нашу сегодняшнюю очередную встречу сегодня тема нашей встречи это звезда сегодня мы действительно будем погружаться в себя внутрь себя и ознакомиться с этой энергией энергии звезды вот сейчас просто буквально вам один вопрос задам и дальше будете слушать меня скажите мне пожалуйста мои хорошие вот как вы думаете что помогает жить человеку дальше и двигаться дальше после башни вот когда все разрушено помнить напоминаю башни как это когда рушится все стабильное все привычное все к чему человек надеялся на что он надеялся да то есть вперед это все и рушится когда все разрушено что помогает человеку вновь поднять голову и создавать заново на обломках до останках строить выстраивать заново свою жизнь как вы думаете что ему помогает я думаю цель его жизни цель жизни так а что значит найдешь что значит цель жизнь ну допустим если человек ну да как у нас сначала отражение потом все-таки принятие идет в случае так психика человека устроена и когда ты уже принимаешь и более спокойно смотришь на вещи ты уже возвращаешься в реальность и все-таки у тебя какие-то ценности до этого до башни все равно были в любом случае ну если конечно их не было то тогда вот пусть у меня сосед вот у него не было вот он пьет вообще беспробудно как вышел на пенсию вот тут нет цели у человека в жизни когда цель есть она поднимет человека из грубо я не знаю там с болезни из всего то есть ради чего он живет ради детей или там ради там не знаю какой-то цели там счет хорошо у меня первая масса пришло что то это вера 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 в лучшую вера в лучшую вера в лучшую просто прошла на башню осознала много так вот приняла для себя определенные выводы сделаю там вера хорошо аллочка ты как думаешь нет тоже кажется вера лучше и надежда на лучшее на что все будет потом хорошо то есть этот период он пройдет вообще вы каждой по своему праву умнички но сейчас давайте расположитесь удобно комфортно можете закрыть глазки кому-то удобнее слушать закрытыми кому-то удобнее слушать открытым для того чтобы максимально услышать то что я сейчас буду вам говорить сейчас просто можете открыть перед собой этот аркан изображение звезды и настроиться настраиваться на его энергию именно звезда помогает человеку на развалинах рухнувшие башь именно звезда помогает заглянуть внутрь себя найти там несгибаемый внутренний стержень которые являются нашим духом а дух наш очень крепкий и сильный именно звезда олицетворяет тот тихий голос нашей души нашу надежду нашу веру помощь высших сил которые становятся нашим спасательным кругом да нашей соломинкой который нам подстилает за которую мы хватаемся и вы правильно сказали да это цель наша цель которая создается нашей верой в лучшее нашей надеждой да в лучшее и мы устремляемся цель так вот звезда это тот голос который говорит внутри нас ничего прорвемся да и вот как Надя на прошлой встрече говорила я построю все заново и будет на нашей улице праздник это вот тот тихий голос который говорит тебе ты сбросила собственной цепи ты ты сейчас можешь позволить себе не только любоваться звездным небом но и даже отправиться в путь за своей звездой какой бы безумной она не казалась окружающим и ведь реально под звездой нам показывают человек который потерял собственные цепи да вот тот груз прошлого те кармические моменты ему абсолютно все равно именно вот в этом моменте да под звездой насколько безумно выглядит его мечта в глазах окружающих мне помогают ты не ни ни кем и ничем, это твой естественный выбор, и он гармоничный для тебя, это тот выбор, да, та надежда, которую мы выбираем, ту веру, в которую мы верим, та цель, которая вселяет радость в душу и зовет к новым необъятным горизонтам, их самым реально безумным поступком. Этот поступок понемногу вселяет нас уверенность в то, что твой путь приведет тебя туда, где находится твое самое заветное, самое драгоценное, самое прекрасное, на что ты действительно и надеяться, может быть, не смела, может быть, где-то ты себе даже представить боялась. И каждый человек в глубине души предполагает, в чем состоит его талант, в чем его миссия, но чаще всего он боится даже себе в этом признаться, поскольку не представляет, куда может завести его, эта божественная искра, то есть вот эта вот звезда, а вернее, даже вполне себе представляет, но просто боится, да, из-за того, что знает, что этот путь, эта звезда заведет его довольно далеко от уютного, привычного диванчика, от одобрения окружающих, так и ходит по планете нашей Земля, миллиарды звезд, у которых не хватило смелости загореться. И сейчас вот эта звезда, это та сила, это та энергия божественного, безграничного, которая помогает открыть тебе свое творческое начало, проложить свой собственный путь, открыть в себе ощущение безграничной свободы, прочувствуй ее. Осознай, что именно здесь не нужно гнаться за результатами, не нужно пилить себя тем, что уходит время, а я еще не достигла желаемого, то, что я хочу, или не достигла еще того, чего я более масштабно хотела, что я чего-то не успеваю, то есть бесполезно здесь гнаться за убегающим временем. Пусть время бежит, и твоя задача здесь просто его отпустить и осознать, что у тебя есть самое ценное, самое главное – это настоящий момент, момент здесь и сейчас, который сотворяет чудо в твоей жизни. Просто двигайся, играй, действуй, получай радость и удовлетворение от того, что ты делаешь и здесь, и сейчас. Это и есть та радость, которая реально, вот, ощущение, как будто вот что-то поднимает вашу душу к звездам, и позволяет вам стать праведником этой звездной энергии, дающей вечное обновление и безграничные возможности. И давайте вспомним это состояние. Состояние, когда вы уже прошли эту башню, после которого приходит исцеление, душа успокаивается, и когда мы понимаем, что башня нам действительно была нужна, и благодаря башне мы освободились и получили очень ценный опыт для себя, и теперь у нас новый путь. И душа зовет, наполняя нас тихой радостью, верой, надеждой, и теперь у нас новая цель. А вот сейчас можете закрыть глаза. Давайте мы немножечко еще подышим, сделайте медленный глубокий вдох, представляя, как вы, как будто реально сейчас чувствуете потоки аркана звезда, как будто эта картинка женщины приближается все ближе и ближе к вам. Свободно дышите, расслабьте свое тело. Сейчас вы представляете, на вашем внутреннем экране вы видите огромную поляну. Вы слышите звуки природы, вы ощущаете мягкий, теплый ветерок, который касается ваших волос. И вдруг перед вами появляется луч света, как будто прочерчивает перед вами некую тропинку, и у вас возникает ощущение и желание пойти за этим лучом цвета, как будто ваша душа сейчас зовет идти за ним. И вот вы идете, наслаждаясь звуками природы, наслаждаясь пением птиц, вы ощущаете запах свежести, листвы. И ощущаете нежное прикосновение мягкой травы к вашим ногам. Вы реально сейчас на этой поляне. птиц, и вот вы слышите, что где-то жерчит вода, течет ручей. И ваш луч сейчас выводит вас к этому ручью. И вы точно знаете, что название этого ручья Стикс, река времени, река перемен, река соединяющая прошлое и будущее. И что вы видите? Вы видите необыкновенную завораживающую картину. На берегу ручья стоит обнаженная молодая женщина. Ее тело прекрасно и молодо. Она выливает воду из двух сосудов. Вода из одного сосуда выливается в реку, а из другого на землю. Над головой женщины горят восемь звезд. Одна очень большая. Это путеводная звезда. звезды всем вокруг нее. Это звезды, которые открываются в течение жизни и являются откровениями в жизни человека. Звезды, которые открывают таланты человека. и вот эта женщина замечает сейчас вас и улыбается вам, как будто она вас здесь уже ждала. В ее глазах вы видите любовь и сейчас от нее вы ощущаете энергию, которая разливается в вашей душе, в вашем сердце умиротворением и вдохновением. Вы точно знаете эту женщину. Она вам очень знакома и ваша любовь друг другу взаимна. И вот она вас зовет и вы подходите к ней ближе и вы разглядываете ее с удивлением и с восхищением любуюсь ее красотой ее естественностью ее очарованием и она сейчас предлагает вам тоже обнажить снять с себя одежду и вместе с ней присоединиться к этому процессу переливая воду и вдруг вы реально ощущаете в ваших руках эти два сосуда два кувшина и вы встаете также одной ногой в ручей а другая остается на земле тем самым гармонизируя свои эмоции и заземляясь одновременно и сейчас переливая эту воду вы четко знаете что в сосудах живая вода один сосуд у вас золотой а другой серебряный один сосуд олицетворяет разум а другой интуиция и переливая из них воду вы реально ощущаете как ваш разум и интуиция сонастраивается друг другом вы слышите свой разум и доверяя своей интуиции а сейчас почувствуйте свое обнаженное тело вы осознаете что сейчас это нагота олицетворяется тем что между вами и миром нет никаких преград нагота вашего тела олицетворяет полное тотальное доверие вселен прочувствуйте как свет звезд напитывает вас знанием которые точно так же появились над вашей головой одна большая и семь вокруг и эти звезды напитывают вас знанием а вы отдаете это знание земле и здесь принцип что наверху то и внизу приобретает совершенно новое значение вы становитесь подобным звездам и изливаете из себя это божественное знание и сейчас эта женщина благословляет вас на ваш светлый путь и наполняет вас гармони почувствуйте ее прикосновение к вам наполняет вас мудрость возрождает и усиливает вашу надежду наполняет вас счастьем прямо сейчас она помогает вам пробудить и усилить вашу духовность духовное просвещение она открывает вам перспективы и наполняет вас творческим вдохновением давая вам новые идеи новые озарения новые открытия мудрость 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 ощутить как выстраивается на энергетическом плане ваш путь прямо сейчас происходит движение к вашей цели и понимание какой должна быть эта цель мудрость 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 покой и вера в себя теперь ваши скульпинки вы обновлены обновлены во всех сферах своей жизни вы благословлены на счастливую жизнь под своей звездой которая прямо сейчас стала сиять еще ярче в Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok